Да, всем привет, меня зовут Антон, я системный администратор, работаю в ЦВТ последние два года. Начинал на позиции дежурного системного администратора, там решал мелкие проектные проблемы, какие-то проектные таски и не кейл. В последнее время, последний год я занимаю позицию ведущего, выделенного системного администратора на проекте лояльности. Вообще, кто знает, что такое проект лояльности, что такое программа лояльности, кто знает? Интересно. А у кого есть бонусные карты какие-нибудь, ну там MVideo, например? Ну вот да, то есть это и есть по своей сути воплощение программы лояльности в жизни. Мы делаем так, чтобы вы приходили в розничные сети чаще, осуществляли покупки чаще. Ну ладно, хорошо. Немножко о проекте. Мы помогаем обслуживать несколько миллионов клиентов. Наш проект представляет из собой 14 приложений. Это один монолит остальной сервисы. Все это крутится в продакшене на 10 серверах. И наш тег технологий вполне традиционный. То есть это PHP, это Nginx, Passgram, Mongo, Elastic, Rabbit, Redis. Так, вообще о чем доклад? Если подходить к этому вопросу с технической точки зрения, то я бы хотел рассказать о том, как я переделал систему мониторинга на проекте. Но на самом деле я бы хотел рассказать о том, как я решал конкретные бизнес-задачи. Ну и в этом плане мой доклад будет продолжением доклада Гузель. У него был замечательный тезис указан о том, что мы так или иначе решаем проблемы клиентов. Что это за проблемы? Немножко попозже. Вот хотелось бы узнать, есть админы в зале? Админы, девопсы? Отлично. Может быть студенты, может быть те, кто хотят развиваться в этом направлении, двигаться в этом направлении. Хорошо. Ну, окей, у нас какая-то система мониторинга уже установлена, да? Немножко поговорим о ней. В качестве основы системы мониторинга у нас использовалась и Синга. Она складывала все метрики в графит. Далее у нас также был установлен нюрелик. Это было пожелание клиента. И логи мы никаким образом не собирали, не обрабатывали. Ну, здесь есть, конечно, один момент. Мы грепали логи, мы искали в них там 500 ошибки, мы искали ошибки приложений. Но такой подход нельзя назвать адекватным. В каком плане? У нас возникала проблема, связанная с тем, что первая проверка еще не закончилась, началась вторая, третья и так далее. Ну, и, в общем, сервер прощай. Типичная проблема на проекте, да, с той системой мониторинга, которая была. Значит, у нас вырастает время ответа основного сервиса. И нас менеджер спрашивает, скидывает скрин в чатик, спрашивает, ребята, а что у нас за проблемы? И мы ищем в логах, мы строим какие-то графики, пытаемся найти причину. И через час весь наш ответ – ну, либо сеть логала, либо ПГПУ. Ну, блин, это вообще не дело, да? То есть это стыдно для админа. И из всего этого можно сделать какой вывод? Система мониторинга не решает проблемы бизнеса. Что это за проблемы? Ну, на самом деле все просто, все об этом знают. Бизнес хочет, чтобы его система работала, она работала быстро, работала без ошибок. И это, во-первых. Во-вторых, если возникают какие-то проблемы, бизнес хочет, чтобы мы проявляли проактивность, чтобы мы сами выявляли наличие проблемы и начинали как-то реагировать, каким-то образом ее устранять. И делали причем это максимально быстро. Что мы в итоге выбрали? Ох, сколько народу, как классно. Что мы в итоге выбрали? В основу системы мониторинга лег Прометей. Почему он? Ну, здесь несколько, на самом деле, причин. Во-первых, это очень быстрая система мониторинга. Она позволяет собирать десятки тысяч метрик и при этом потреблять какое-то совершенно ничтожное количество ресурсов. Во-вторых, у нас был, если можно так сказать, некоторый голод по метрикам. Нам их катастрофически в Исинге не хватало. И добавление новых метрик представляло собой проблему. И, в-третьих, заказчик проявлял интерес к развитию в сторону системы оркестрации, в частности, кубернет. А у Прометея в этом плане есть интеграция и, в общем, такие дела. Да, мы решили собирать логи, мы решили их анализировать, потому что, ну, блин, мы ходим в продакшн, то есть не все могут ходить в продакшн, в продуктивное окружение. Туда доступ есть только у тимлидов или у админа проекта. И если происходят какие-то проблемы, то мы тратим время от тимлидов, да, оно стоит очень дорого. Это неэффективно. Да, кроме этого, мы оставили нью-релик, мы его никуда не дели и подключили Zabbix. Zabbix наш, CVT-шный, мы мониторим все свои другие проекты. Использовали его в чистом виде для, ну, для блокбокс-мониторинга, то есть мы опрашиваем там, дергаем API-шки снаружи. И кликхаус, для чего мы используем его, почему мы выбрали его. Изначально была цель собирать Nginx логи. Нужно было куда-то скидывать исторические данные про MTS, чтобы в дальнейшем каким-то образом планировать ресурсы. И вообще изначально выбор пал на Influx. Вот здесь людей сильно приросло. Кто пользовался Influx, кто имеет опыт работы? Так, ага, вижу. Хорошо. И как? Бесит? Вот вообще проблемная, да, то есть она вроде работает, 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 потом начала жрать память, упала. Ну, ладно, черт с ним, небольшая проблема, да, у нас есть буферизация, логи мы не потеряем. Но последний гвоздь в крышку гроба был забит, когда нам необходимо было группировать акцесс-логи по IP-шникам, выявлять самых активных клиентов. А группировка в Influx происходит по тегам. А теги – это очень дорогой ресурс, количество их ограничено, и увеличение, там, количества тегов, оно ведет к такому же увеличению используемой памяти. В общем, нам нужна была аналитическая база данных. Желательно, чтобы она сжимала данные, желательно, чтобы она экономно расходовала ресурсы. В общем, клихаус – это отличный выбор, ни разу не пожалел. Да, система достаточно сложная, да, как вы уже видели, 14 приложений. Как-то хотелось это все дело структурировать, чтобы было, ну, декомпозировать задачи, чтобы можно было как-то более грамотно ее решить. В общем, я для себя выработал следующую схему. Разделили весь сервис, условно, на пять слоев. Значит, первый слой – это у нас бизнес-логика. Бизнес-логика реализуется несколькими приложениями. Приложения работают поверх стека. Стек установлен на операционную систему, далее железо, да, железо – операционная система. Ну, пройдемся. Ну, вообще нет. Какие плюсы в этом подходе? Во-первых, нам нужно настраивать в Прометея подавление алертов. Кстати, кто пользовался Прометеусом вообще? Кто его использует в продакшене? Есть такие? Ну, что такое подавление алертов? Вот насколько разумно слать алерты о том, что у вас недоступна база данных, если у вас вообще виртуалка сдохла. Ну, блин, это нелогично, да? Кроме того, вы получаете кучу мусора в Телеграме и тратите время на то, чтобы найти действительно там причину. Во-вторых, можно сказать, что за каждым этим уровнем есть ответственные лица, которые несут за корректность работы этого уровня ответственность. Ну, в общем, все понятно. Виртуалка – это хостинги, операционная система, сервисы – это админы, отчасти, может быть, разработчики, ну и далее по аналогии. Совсем быстро пройдемся по ним. Значит, вот это просто боль, да? Кто из вас использовал, например, облачные сервисы, наверное, сталкивались с проблемой, когда вы берете виртуалку, берете, например, Т2 микро на Амазоне, и нужно понимать, что вы не целиком арендуете ядро процессорное. Вы получаете лишь квоту процессорного времени. Если вы ее израсходуете, то у вас процессорное время начнут забирать. Вот эта метрика нужна как раз для этого. То есть вы по ней можете определить, что вам нужно поменять тарифу. Может быть, вам нужно скейлиться, или, может быть, пнуть хостера, он вам не дозавит процессор. Так, дальше. И опсы. Вот это прямо боль-боль. То есть у нас была извечная проблема на проекте в прошлом году. Нам зарезали и опсы. Они падали чуть ли не до нуля. Мы не могли идти на эти виртуалки. То есть мы строим график. В графике видно и опсы где-то там внизу. Вот реально по нулям. Отставляем это хостингу, и он нам скидывает такой же график в ответку из своей админки. Ну типа, блин, ну да, ты не используешь и опсы, ищи там проблему у себя, что-то настраивай, не знаю. Собственно, вторая метрика CPU IOA, она для этого как раз и нужна. То есть вы скидываете два графика. У меня низкие опсы, и у меня высокое ожидание ввода-вывода. Собственно, вот с этими аргументами уже можно общаться с провайдером, с хостером. Далее. Вот по этим метрикам мы алертим. У каждого может быть свой набор, может быть кому-то он не подойдет, но вот практика показала, что для нас они норм. И здесь важно сказать о чем. Бизнесу не интересны все эти метрики LA и OPS. Бизнес с этими категориями не общается. Не нужно писать в чат, что у нас высокая нагрузка на сервере, поэтому процессинг у вас медленно работает. Это глупо. Вы должны всегда стараться найти причину. Эти метрики, они для нас, для админов. То есть они говорят о том, что где-то заканчиваются ресурсы, где-то уровнями выше что-то работает не так. Может, это приложение отъедает память, или какой-то сложный запрос прилетел в базу данных, и из этого страдают сервисы. По сервисам что могу сказать? У меня подход в целом простой. Я собираю метрики вообще со всего, до чего могу дотянуться. Прометей, как я уже сказал, мне это позволяет. Он на это тратит совсем немного ресурсов. И еще. Если у вас не реализован сбор метрик на уровне приложения, то вот это тот самый уровень, на котором все вы можете наверстать. Выделяем слабые метрики и мониторим их. У нас на проекте, я уже показывал вам слайд с проблемой, степично на проекте, и тогда подозрение пало на ПГ-пул или сеть. На самом деле не то и не то. На самом деле была виновата ПАСГРа. Кто работает с ПАСГРой? Клево. Отлично. Супер. Кто строит такие графики? У кого-то они есть? Ну окей. Один из немногих примеров того, как вы можете быстро, эффективно понимать причину проблемы. То есть видим, что два запроса создали очень большую нагрузку на чтение. Ну и, собственно, на запись тоже видим пики. Чуть ниже должны быть разные запросы, но по определенным причинам я их убрал. Да. И вот вопрос. Кто собирает NGINX логи и кто по ним алертит? Отлично. Отлично. Супер. Ну, то есть, что из этих вообще логов можно полезного достать? Я для себя выбрал следующее. Я добавляю в формат лога request. И также upstream response time. Почему сразу два? Ну, request time – это время обработки запроса вплоть до отдачи последнего байта клиенту. Upstream response time – это время обработки запроса бэкэндом. По разнице между этими двумя временами мы можем понять, где тупит. То есть випад наш бэкэнд, он медленно обрабатывает запрос, или какие-то проблемы сетевой на стороне клиента. Но здесь есть подводные камни. Если у вас повально у всех клиентов наблюдаются высокие сетевые задержки якобы, то на самом деле проблема у вас. Проблема заключается в том, что вы уперлись в пропускную способность своего канала. Да, ну вот еще пример. То есть пятисотки. Ну и вообще, да, мы изначально ставили бизнес-задачи, которые нам нужно решить. Собственно, вот этими всего лишь двумя графиками мы первую задачу закрываем. Что еще можно построить? Каждый выбирает по-своему. Я люблю посмотреть на рейд запросов. Если он возрос, мы ищем, кто ходил, с какого айпишника, по какому энпоинту он ходил. И здесь как раз видны пики. То есть это на определенный request.uray прилетело много запросов за небольшой промежуток времени. Да, и здесь есть интересный момент. Необходимо нормализовывать request.uray. То есть если у вас, например, есть endpoint.i-user и передается в качестве аргумента айдишник, и к вам пришла тонна запросов, все, что вы увидите, это куча графиков, которые стелятся по низу графика. Как бы, блин, это вообще ничего вам не показывает, да? Поэтому нужно приводить все к нормализованному виду, и тогда все будет ток. Так, и еще. У нас микросервисы. Кто использует микросервисы, понимает, плюсы и минусы этого подхода. Один из минусов – это сложность отладки. Если у вас где-то там по пути выполнения запроса четвертый, я не знаю, по порядку backend валится, то, возможно, вам будет необходимо восстановить всю историю запросов. Каким образом это можно сделать? В Nginx, по-моему, с версии 1.11 из коробки поддерживается request.id. Это уникальный идентификатор, которым Nginx помечает входящие запросы. И вы уже дальше можете между приложениями его прокидывать в виде заголовков, можете добавлять его в комментариях к базе данных, может быть дополнительным колям Рэббиту. Ну, в общем, дело ваше. Немного у кого на проектах реализован сбор мониторинга в приложении. Вообще, у кого он есть? Кто собирает метрики с приложений? Ну, мне так не повезло. Все, что у меня было, это логи. И это отдельная боль. Что можно сказать по логам? Во-первых, стандарт логирования, да, это такой же стандарт. Вы должны выработать с командой некую структуру логирования, определить поля, которые вы будете писать. И, пожалуйста, не надо писать в тело сообщения контекст. Это осложняет потом группировку. То есть вы, если вы не пишете контекст, если у вас фиксировано сообщение об ошибке, вы можете прогруппировать, понять, что на прошлой неделе у вас были какие-то ошибки в таком-то количестве, на этой неделе их стало столько-то. Это построить графички по всему этому, да, и это уже аргумент в общении с бизнесом. Бизнесу всегда нужны фичи, фичи, фичи. Время на исправление каких-то проблем, как всегда, нет. И, собственно, бизнес понимает графики, бизнесу понятны цифры. И уровень важности лога, severity levels, тоже очень важная тема. Не нужно использовать один уровень важности во всех подряд логах. Опять же, стандарты везде разные, но я для себя разделяю их следующим образом. То есть нам могут быть необходимы логи для отладки, да, то есть отладки бизнес-логики. Мы логируем полностью тело запроса, тело ответа. В общем, ну, уровень логирования инфо. Значит, другой пример. Ошибки на стороне клиента, да, или, например, ошибки на нашей стороне происходят и не ведут к потере денег. Это совершенно другой формат, ну, это другой уровень лога. И самые важные, на которые мы алертим, это ошибки, которые произошли на нашей стороне, и они ведут к потере денег. На них нужно реагировать. Вот, пожалуйста, используйте severity levels, правильно. Да. Вернемся к нашим баранам. Что хочет бизнес? Он хочет, что… Он хочет, если происходит какая-то проблема на проекте, да, он хочет наискорейшего разрешения этой проактивной реакции, ну, наискорейшего устранения причин. До этого я вам рассказывал про метрики, про то, как их можно собирать. Вот. Но каким образом мы будем на все это дело реагировать? Вообще, все это можно выстроить в определенный пайплайн. То есть, сперва мы выявляем проблему, мы уведомляем дежурного админа, он на нее реагирует, и устраняем. И вот здесь самый проблемный момент – это третий пункт, да, реакция дежурного админа. Поскольку необходимо сохранить, сократить время реакции на инцидент, а вот поставьте себя на место, да, дежурного администратора, у вас зазвонил телефон, и что вы делаете? Ну, блин, скорее всего, вы ничего не делаете, у вас куча просто вопросов. Что сломалось? Где сломалось? Каким образом это все починить? И мы должны сделать так, чтобы ответы на эти вопросы он получил максимально быстро. Каким образом это решаем мы? Мы дублируем сообщение о инциденте в Телеграмчик, и в этом сообщении, собственно, ответ на все вопросы, да, то есть насколько критична проблема, чем она вызвана, где находится источник проблемы на каком сервере, и ссылочка на Вики. И, в принципе, этого достаточно, да, чтобы максимально быстро исправить, выявить причину проблемы и исправить ее. Да, ну, и таким образом мы минимизируем время реакции на инциденте и, собственно, закрываем вторую задачу. Да, немножко хотелось бы поговорить про мониторинг производительности. Вообще, весь процесс обработки запроса можно представить себе как последовательность неких этапов, да, и там выходите в другие сервисы, выходите в базы данных, там вы в итоге там рендите шаблон ответа, и вот эти штуки желательно замерять. Делается это совершенно легко, то есть есть клиентские библиотеки у того же Прометея, вы просто перед походом в какую-то внешнюю опишку запускаете счетчик, там по завершению работы вы тормозите, вы можете помечать, ну, скажем, если вы выходите в базу данных, вы можете каким образом обозвать этот запрос и таким образом собирать статистику по времени выполнения этого запроса. У нас, к сожалению, этого нет. Это, блин, такие голубые мечты, вашего покорного слуги, но это необходимо. Вот какой пример, да, может быть? Мы работаем с B2B. Ну, у нас формат бизнеса B2B, мы обслуживаем юридических лиц. И что будет, если к вам вот завтра придет клиент, у которого клиентская база такая же, как у вас уже есть? Что произойдет? Как система на это все отреагирует? И вот только такая вещь, как мониторинг производительности, поможет вам ответить на вопрос. Так же вы можете более грамотно планировать ресурсы, имея эти данные. Вот у кого это есть? Блин, ну, ребятам прям завидую. Это прямо вообще огонь-огонь. Да, ну и в целом у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Друзья, не стесняйтесь, поднимайте руки. Спасибо. Задавайте вопросы. Напомню, что за самые интересные у нас получают приятные бонусы для игры в кукш. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос. Добрый день. Владислав, марки ТТ. У вас было упомянуто ELK-стаг в использовании для мониторинга. Не услышал, к сожалению, по его использованию. Почему был выбран именно он? Рассматривались ли другие системы? Ну и, собственно, почему остановились на ELK? Было два варианта. Либо использовать планк, либо ELK. Но с ELK уже некий опыт был, поэтому решили остановить выбор на нем. Это первый момент. Второй. Для чего мы его используем? Мы храним там логи приложений. То есть я как уже показал, у нас есть некоторые проблемы с severity levels, есть проблемы со структурированностью логов. И эта штука, она полнотекстовая, она позволяет находить достаточно быстро произвольные текстовые данные. Вот, собственно, выбор. Собственно, из-за этого мы свой выбор остановили на ней. Абсолютно намеренно, да, мы не использовали ее для хранения каких-то метрик или для хранения там NGX-логов. Да, она это может делать, она может хранить time series, но это не первое ее, как бы, это не ее предназначение. Это движок полнотекстового поиска. И она жрет много ресурсов, она чертовски много ресурсов жрет. То есть она просто в лохмоте разметает диск, она там отжирает какое-то нереальное количество памяти. Вот решили как-то по экономному пути пойти. Я ответил, да? Меня зовут Анна, компания Тамтакси. В связи с прошлым вопросом возник новый. А какие уровни логирования используете в ИЛК? Ну, туда стекаются все логи приложений. Собственно, все уровни логирования, которые в этих приложениях есть, все летит туда. Мы не фильтруем, ничего не отбрасываем. По уровням логирования это у меня больше боль, пожелания, чтобы писали правильно, потому что, например, я написал там на пушке экспортер, который ходит в эластик, торгует его и достает там по уровням логирования количество ошибок, чтобы на это можно было алертиться. Но вот пока с этим проблемы. Но пишем все логи туда. Абсолютно все логи приложений. Меня зовут Ангелина. У меня такой вопрос. А если ваша программа поймает такую ошибку, которую сложно исправить, то что вы будете делать? То есть сложно исправить? Ну, то есть на ее решение, на ее устранение нужно несколько дней. Что вы будете делать с этой ошибкой? То есть она к вам пришла, вам, ведь надо как-то повестить заказчика, если уже этот проект у него на стороне и он правил вам ошибку? А, нет. В целом полностью обслуживаем проект мы. Нам клиент ошибки не отправляет. Если возникают какие-то критические проблемы, критичные, мы сразу сообщаем об этом заказчику. И обычно нам достаточно быстро согласовывают устранение. Понятное дело, что это не мгновенно. Нужно зафиксить это все дело. Нужно это все выкатить впрод. Занимает какое-то время. Но если время продолжительное, приходится повышать пороги алертов, чтобы ложных срабатываний не было. Но в целом сложно, ошибки выкатываются долго. Какие-то быстрые, но можно заход фиксить, просто зайти на сервер, заход фиксить. Это достаточно частая практика. Спасибо. Спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Василий. Представляю здесь компанию FastDev. Интересно узнать, как себя ведет Кликхаус в бою и немножко подробностей про него. Что вы все-таки там храните? Да что ты, господи. Мы храним там исторические данные Прометея. По сути, Прометея, база данных его хранилища, это RRD. Срок хранения метрик 14 дней, а нам нужно планировать ресурсы, увеличивать диски, накидывать. И вот небольшое количество метрик, которые на эти вопросы могут ответить, мы скидываем именно в Кликхаус. Второй момент. Мы туда скидываем NGINX логи, в аксесс логи в бою. Но работает быстро. Характер работы с диском великолепный. То есть это скорее последовательное чтение, последовательная запись. И потребляет совершенно ничтожное количество ресурсов. То есть там низкая нагрузка на процессор, очень мало потребляет памяти. Ну, в общем, абсолютно доволен. Вот в основном логи... Да, еще, кстати, один момент. Pgstatstatstatements я вам показывал. Мы тоже храним это там. Мы достаем эти метрики из пасгры через Logstash. Смотрим, какие запросы у нас были активны. Ну, мы это делаем каждые 10 секунд. Какие запросы были активны за предыдущие 10 секунд. Отсеиваем ненужное и, собственно, скидываем это все дело в клихаус. Вот эти три штуки. Исторические данные, логи, Nginx и Pgstatstatstatements. Друзья, может быть, еще у вас есть вопросы? Осталось буквально несколько минут, 5-10, чтобы задать еще два вопроса. Отлично. Привет, еще раз. Привет. Алексей Хлебница. Вопрос такой. Какая ценность в исторических логах Nginx в глубокой перспективе? Зачем они старее месяца? Нет, не вовремя зачем. А зачем вы их храните в клихаусе? Я храню исторические данные Прометея, не Nginx. Ты сказал Nginx. Нет. Ладно, все. Ну, сорян. Видимо, да, я некорректно ответил. Все, тогда больше вопросов нет. Вот, молодой человек. Алин. Я не вижу. Поднимите, пожалуйста, еще раз руку. Ага, все отлично. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. В компании Piano работаю. Вопрос. О, меня зовут Андрей, работаю в компании Piano. Вопрос такой, метрики снимаете ли вы с самих систем, которые у вас метрики снимают? То есть, мониторите ли вы их сами? У нас процентов 10-20 могут ресурсов отжирать эти все системы. Системы? То есть, что за система? Ну, вот, Прометей, например, допустим, сколько ресурсов у вас забирает? А, ну, да, само собой. У нас весь мониторинг на отдельном сервере, и мы его тоже мониторим. Ну, вот, Прометей же у него есть агент, наверное, какой-то, или в код, куда-то он интервьюируется. Не совсем понял. Вот этот сам код, который метрики снимают, у вас есть? Или он снимает только… Ну, то есть, что такое Прометей? Прометей – это сам сервер мониторинга, и это куча экспортеров. То есть, метрики достают они, самые экспортеры. Все это хранится на одном сервере мониторинга. Я просто не совсем понял вопрос. Ну, с самого сервера приложения, допустим, ресурсы забирает он или нет? А, нет. У нас мониторинг не смешан никак с серверами, на котором приложение. Это плохая практика. Ну, вот New Relic, он запускается в процессе прямо в JVM, допустим, если это Java. Ну, из всех агентов, прометеевских агентов, которые установлены на машинах, это Node-Exporter, который достает метрики операционной системы. Но, да, мы смотрели, сколько процессорного времени он отбирает. Ну, это какие-то мелочи абсолютно. То есть, больше ничего у нас, мы, это плохая практика мешать сервисам мониторинга, да, с непосредственно приложениями. Она нам стреляла в ногу не раз. Не нужно так делать. То есть, по минимуму, абсолютно по минимуму, только Node-Exporter на серверах с приложениями. Понятно, спасибо. Друзья, у нас осталось время на последний вопрос. И, я думаю, у кого-то остался еще один самый… Кто-нибудь еще, пожалуйста. Ну, если, я думаю, вопросов нет, то давай, наверное, вручим наши бонусы для игры в Кукш. Кому-нибудь, кто… Чьи вопросы тебе… А, у тебя есть, отлично. Чьи вопросы тебе понравились? Держи. Ну, пока Антон вручает приятные бонусы, которые можно будет потратить в игре Кукш на дополнительные баллы, чтобы получить призы в аукционе. Я бы хотела рассказать о том, что у нас уже через несколько минут начинается кофе-брейк, продлится он буквально 20 минут. За это время вы можете освежиться, попить водички, прогуляться, познакомиться с кем-нибудь, с кем вы еще не успели познакомиться. И после чего мы будем вас ждать тут же, на следующем спиче. Поэтому приходите. Спасибо. 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 Спасибо.